Реставраторы Санкт-Петербурга возьмутся за Александровский пассаж. Мастера приступят к работе в ближайшее время. Сегодня мэр Казани Ильсур Медшин осмотрел здание и встретился с собственником. Что уже сделано и почему внешний вид пассажа зависит от казанцев. Подробности в репортаже. По опыту нашего строительства, это займет примерно 2-3 года. От такого изобилия архитектурных элементов растерялась даже опытная в вопросах реставрации фирма. Питерские мастера восстанавливали историческое здание на Мойке, дом Зингера на Невском проспекте. Но что делать с Александровским пассажем, не знают до сих пор. Возможных проектов будущего отеля сразу 6. Какая будет, сказать очень сложно. В чем сложность? Сложность в том, что здание не построено, а здание реставрируется. И тут всегда при реставрации ты сталкиваешься с двумя сложностями. С одной стороны, мы твердо хотим сохранить все, что есть старое. С другой стороны, если это пятизвездочная гостиница, то она должна быть напичкана всеми положенными инженерными системами. Общую сумму затрат на реставрацию скажут только после утверждения проекта. Пока же цель одна. По минимуму добавить новое, но главное сохранить старое. И это самая большая сложность. Многие элементы сейчас утеряны. Внутренний декор, как пазл, собирает по крупицам. Было расписано, что должен быть вот такой вот на четырехсветный зал, что должен быть стеклянный вот этот проход. Пассаж это в переводе проход. Вот меня сейчас спрашивают, я поэтому для них говорю. Значит, и здесь было расписано, что должны быть стеклянные полы, которые освещали бы тот уровень загрузочной подвала. Про стеклянный пол узнали только из старых текстов. На маленькой фотографии разглядели чугунные беседки. Помогают наши архитекторы. Спроектировали фасады. Как будет выглядеть Александровский пассаж точно пока неизвестно. История сохранила очень мало изображений с деталями этого легендарного объекта. А потому казанцев просят подключиться к воссозданию внешнего облика зданий и принести сохранившиеся старые фотографии или рисунки. Внутренней отделкой пока заниматься не будут. Сначала фасад. Он должен быть готов к 2013 году. На дня в Казань приедут 50 специалистов из Петербурга. Эльмира Заляева, Илья Савельев, Вести, Татарстан.